добрый добрый день доброго времени суток я не знаю у кого-то сейчас утро у кого-то день у кого-то вечер а у меня сколько у меня сейчас я сейчас час 22 и я как всегда на велопрогулке и у меня сбор трав скажите что тут собирать да есть места есть прекрасные степи и необыкновенные лекарственные растения потому что здоровье превыше всего если мы сейчас не запасемся на зиму чаем лекарственным чаем который нас будет спасать от всех абсолютно всех заболеваний и будет являться профилактикой то считаете вы зря лето пробыли потому что закатки на уксусе вас не спасут это однозначно такая вот красота тут у нас выгуливает собачек кто-то прогулку на велосипеде делает а кто-то просто загорает вот так вот я решила подставку под телефон не брать а так в руках вам рассказать одну информацию меня о которой попросили молодая мамочка вот конечно же информация стало в такое время место где нету особо сильного ветра потому что девчонки многие жалуются что вы стоите и сильный ветер не одессильного ветра нет здесь просто морской ветерок бриз но кому-то и этот ветерок в нагрузку тоже можно определить человека по нервному такому отношению ко всему окружающим ну ладно все равно должна выполнять просьбы конечно же я ушла подальше берега вас устроит как раз здесь красивый перелив моря видим и можно так поворачивать камеру не то что поворачивать а я и рукой веду и видеть что и как где я нахожусь в общем восемь причин для беспокойства так я охарактеризую это видео и возможно такое видео у меня подобное уже когда-то было потому что эти восемь причин они однозначно постоянно не меняются вот и в одной из тетрадок я имею ввиду умных тетрадок меня я веду тетради и записываю и делаю такую себе как бы информацию выдаю ее вам кто-то забывает я повторяю может быть где-то я уже об этом говорила но поскольку был вопрос естественно я это повторю по поводу паразитов и глистов вот глистами и другими паразитарными болезнями в мире страдает более а теперь на минуточку пяти миллиардов человек вы все можете представить такова статистика это статистика а представляете сколько людей которые не проверяются вот например индия индия это вообще одна из номер один страна с глистами страна с глистами номер один также китай потому что они любят сыруя кушать страна с глистами номер один вьетнам страна с глистами номер один индонезия не исключение и наша страна прежде всего это конечно болезнь грязных рук руки во рту это сто процентов глисты но а детки дет детей вы никак вот никак у них идет такое знаете миропознание через руки и потом эти ручки все равно попадают в ротик поэтому для всех мамочек будет полезно знать что у вас дома всегда должен быть чеснок молоко также у вас дома пижма пижма уникальное растение которое очень хорошо справляется с глистами понемножечку добавляю в чай да она такая горьковатая но она спасет она спасает от глистов муха пристала осенняя муха знаете вот эти августовские мухи и осенние мухи это поразительные какие приставучие они просто не дают покоя вот я не советовала бы вот как девочка что мне пишет использовать ферменты и прочие всякие таблеточки когда-то я ими тоже пользовалась но потом прошла такую информацию курсовую по поводу этих глистогонных всяких средств химических и была ошарашена насколько это потом в будущем повлияет на вашего ребенка это страшный яд не только для глистов но и для людей поэтому нет сразу скажем нет теперь я хочу вам мини тест провести который предлагает всемирная организация здравоохранение вы должны ответить на задание да или нет и проверьте все ли у вас в порядке в этом смысле итак первое постоянно чувствуете усталость это вопрос а вы должны ответить да или нет второе с аппетитом творится что-то странное то нет совсем то вдруг просто сверсткий аппетит так это или нет третье у вас бледная кожа низкий гемоглобин выделяется много слюны особенно ночью проверьте у вас или у вашего ребеночка таким образом по большому количеству слюны ночью можно определить есть ли у вас блесты или нет следующее номер четыре счет ощущаете боль и дискомфорт в животе страдаете метеоризмом часто бывают заборы или нерегулярный стул посмотрите кто ко мне пришел подошла посмотрела и пошла дальше вот так еще раз ощущаете боль Дискомфорт. В животе страдаете метеоризмом. Часто бывают запоры или нерегулярный стул. Что вы ответите, да или нет? Пятое. У вас нередко болят мышцы и суставы крутят. Да или нет? Шестое. Беспокоят аллергические реакции, приступы бронхиальной астмы, зудящая сыпь на коже. Да или нет? Пятое. Седьмое. Все время раздражены, напряжены, угнетены. И последнее, восьмое. Часто просыпаетесь, особенно между двумя и тремя часами ночи. Двумя и тремя часами ночи. Если это так. Да или нет? Напишите. Вот так. А вот чья это собачка. Вот кого она ждала. Вот кого она искала. Вот эти восемь признаков. Если эти восемь признаков есть, чем больше ответов да, тем выше вероятность заражения глистами. И стоит проконсультироваться, конечно, с врачом, сдать анализы. Но когда приходите к врачу, обязательно первое-наперво просите фитосредство, чтобы вам он делал акцент на природные дары. Например, на пижму. Ведь так же само продается пижма в аптеках. Так. Спросите, проконсультируйтесь. А что еще? Даже бывают такие таблеточки, как типа мукалтин, да, от кашля, которые очень хорошо помогают на основе трав и очень хорошо помогают от глистов. Потом клизмы с молочком и чесночком. Естественно, без кусочков. Сок чеснока немножко. Но так, чтобы не сжигала, чтобы слегка делать деткам полезно. А так же и пить молоко с чесноком. Да, как бы это отвратно не звучало, но это замечательное средство на голодный желудок. Убивает всех бактерий. И в то же самое время молоко, особенно козье, оно не дает чесноку сжигать стенки желудка и кишечника. Так что вот о чем я хотела с вами поговорить. И вот, что я хотела рассказать вам по этому поводу. А я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Любви вам, здоровья вам, мудрости. Будьте благословенны. Спасибо вам за ваши лайки. Спасибо за пальчики вверх. Спасибо за ваши сердца. Я их все ловлю. И я вас люблю. Пусть Бог поспешит во всех ваших делах. Пока-пока. Пока-пока.